Это курганы ранние. Более ранние, наверное, чем те, которые на Лысой горе находятся. Ну, мне так кажется, по крайней мере, это мое предположение. А в них уже находили или пока? А там уже все достали? Нет, там все есть. Все, все на месте? Который курган раскопан, он уничтожен, его срывают. Но вы-то не найдете золота? Нет, ну, здравствуйте. Это представители студенческих стаобществ, студенческих отрядов, неравнодушные к сохранению культурного наследия, к природе, к своему городу, с уважением к традиции. В общем, активные и неравнодушные ребята. Это они все. Нас сопровождает кусковод, вот в этот раз это Алексей Сани, который рассказывает о месте, которое мы находим, потому что многие волонтеры, ребята из других регионов. Это курганы 8-го, 11-го века. Ну вот, это очень древняя история наша. Интересно тем, что славяне сюда пришли еще до основания древнерусского государства. Это 862-й год, это призвание Рюрика, знаете, повесть временных лет. Так это еще до этого. То есть уже славяне приходят на Воронеж и садятся по Воронежу. И вот интересно, что вот здесь вот на бугре, буквально вот там, где частная сейчас территория, буквально продана в несколько лет назад, там находится уникальное Кузнецовское городище. И здесь как раз была граница двух вот этих миров потрясающих, которые очень сильно отличались друг от друга. Даже не как сейчас, мы сейчас такого разделения не можем себе представить. Это мир степи, это совсем другой уклад жизни. И мир земледельцев, живущих в лесу. То есть такая лесная цивилизация, степная цивилизация. И они без друг друга существовать не могли. Вот что самое интересное. Потому что зависели друг от друга. Через степи лежал путь тогда в центр цивилизованного мира. Тогда это античная цивилизация. Это греческие колонии. Представляете себе, да, в Крыму. Был Хазарский каганат. И вот славяне сюда приходят, садятся здесь, строят здесь город, укрепленный городище. И вот здесь они хранили своих умерших. Это вот курганы здесь достаточно мощные, крупные, такого борщовского типа. Очень глубоко, потому что вот подошва, ну сколько мы с вами, метра два, наверное, да, высота его? Наверное, двухметровый. Это были, так называемые, язычники сейчас. То есть христианство здесь вот не найдено было следов. Мы знаем по городищам. Это были укрепленные городища, обнесенные деревянным частоколом, стеной. Там жили они в полуземляночных строениях. То есть это была землянка. Тоже описано это у арабских путешественников. Быт. Даже баню арабы умудрились описать. Вот курган, видите, один. Вот он, второй курган. Сейчас вы будете здесь ходить по леску, вы будете их замечать. Но они здесь насыпаны немного. Самый масштабный курганный могильник находится вот за этим оврагом. Сразу же это Белая гора. Вот Белая, Лысая гора, прошу прощения. И вот на Лысой горе у нас больше 200 курганов. Там 237, по-моему, считали. Больших и маленьких. Часть там поврежденных, неповрежденных. Но это было большое место захоронения. Вот, скорее всего, с этого города людей хоронили там. Оно было в 9 веке размера в 10 гектар, как Киев того времени. То есть, представляете, город, да? Древние славяне – это вот основа. До этого были сарматы, до них были скифы и так далее, до ямной культуры, которые первые здесь кочевали. То есть, эта история очень интересная. Люди здесь живут больше 4000 лет, вот на этой территории. Мы действительно имеем очень богатое и огромное культурное наследие. И каждый человек, живущий в этой стране, на этом земном шаре, должен носить свой вклад и заботиться о своем наследии. Либо мы все погрязем в грязи, в бескультуре и в отсутствии мест, где можно было бы приятно семейно проводить досуг. И куда-то выходить на прогулки с детьми и близкими. Спасибо. 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 Спасибо.